Виды мероприятия, то есть борются здесь несколько видов спорта, матчевые встречи. Команда Москвы, она всегда считалась практически по всем видам спорта сильнейшей командой для нас. Вот я сейчас говорю про самбо. Это очень большой опыт нашим мальчишкам получить здесь навыки какие-то борьбы, получить опыт, побороться, подержаться. И, конечно же, мы всегда за проведение таких мероприятий. Нам очень нравится, и мы, конечно, хотели бы, чтобы в дальнейшем у нас проходило вот такого вот плана мероприятия. Да, но это уже второй раз, я уже говорил, проходит в Астрахани, но и сейчас как раз-таки москвич со счетом 7-0 побеждает в очередном поединке по самбо. Очень много всего здесь всего. А сейчас вот должна интересная встреча быть. У нас за нашу команду выступает Дуисейнов Тимур. Он является у нас, так сказать, наша звездочка, кандидат в мастера спорта. Ой, я даже аж у меня руки трясутся, как я за него переживаю. Очень талантливый мальчик. Его отец находится на ковре в качестве судьи. Дуисейнов Равиль Галиевич. Да, и сейчас он выходит как раз-таки против Шалыгина Егора. Ну, а что соперники, можно сказать, что-нибудь знаете? Ну, вы знаете, я думаю, Дуисейнов Тимур знает о нем больше, чем я. И сейчас самая главная задача Тимура – это пробороться перед стартом. То есть он у нас в скором времени будет уезжать. Последний отбор будет на первенство России, в которое он должен успеть ворваться. Мы очень надеемся, что он ворвется в призы и тем самым отберется на первенство России. Он сейчас был выполнен подворот через спину с колен. К сожалению, атака не завершена техническим действием, которое бы оценил судья. От оборонялся сейчас москвич. Он защитился грамотно, да. В Самбо-70 у нас работают очень хорошие специалисты, очень грамотные. Ну, вот мы сейчас как раз довольный борьбой наблюдали. Ну, и видно, что вроде бы ребята, кто 2005-2006 года рождения, но все равно и техника, и защита, и атака – все есть. Ну, вы знаете, Самбо-70 считается одной из сильнейших школ в России. Очень сильная школа. И не только единоборство, я так сказать. Не только единоборство, да. То есть мы сейчас берем и все виды спорта, там сколько он… Мы даже сейчас не успеем перечислить всех олимпийских чемпионов, которые проходят. Да, тогда о поединке ничего сказать не успеем. Да, конечно же. И поэтому, еще раз повторюсь, поэтому интересны нам такие встречи. Вот сейчас попытка выполнить боковой переворот, к сожалению, неудачная. И продолжает атаку в партере. Да, удача, да. Вот сейчас поясню для телезрителей. То есть судья показывает замечание борцу в синей куртке. Что это означает? Это значит, что борец в синей куртке меньше атакует, чем борец в красной куртке. Поэтому он получает замечание за пассивное ведение борьбы. Пассивное ведение борьбы у нас наказывается в дальнейшем, если он не предпринимает атакующие действия, предупреждением, за что получает соперник один балл, и вторым предупреждением, за что соперник получит два балла. пока что по нулям у нас и 2 19 ну вы знаете как то есть вот телезрителям будет тяжеловато понять все хотят видеть красивые броски но когда соперники приблизительно одинакового уровня тяжело увидеть фейерверк бросков потому что они одинаково подготовлены на одном уровне находится техническая тактическая подготовка и здесь уже как говорится мастерство можно сказать ошибки даже если кто-то где-то ошибется соперник его на этом поймает а также нашим телезрителям поясню что это весовая категория до 75 килограммов у нас так что же вот сейчас опять попытка боковой переворот но к сожалению это не оценивается потому что под противник не был подняться с ковра вот сейчас как раз что я и говорила соперник синие курки получил предупреждение 1 балл нашему спортсмену опять без оценки то есть броски на колени самбо не оцениваются за это техническая оценка не дается очень напряженно конечно же прошло половина встречи уже минута 30 осталось до конца встречи и пока наш борец выигрывает один балл предупреждением на ноту говорили что все хотят бросков но тут и в принципе без них достаточно все интересно развивается напряжение попытка на приемы да но у нас судья дает свисток это если спортсмен который попался на болевой прием поднимается в стойку то дается свисток болевой не считается то есть со стойки мы были вы и делать не имеем права только когда находится оба соперника в партере или хотя бы соперник которого атакуют но очень напряженная очень напряженная встреча данный тимур до сша борец в синей куртке заходит на так называемый болевой прием который называется канарейка тимур пока защищается ну вот он удалось зайти на этот прием конечно тимур знает как защищаться но я вам скажу по собственным ощущениям это довольно болезненно болевой не самая лучшая была потому что защемляется особенно знаете кому больно у кого большие мышцы бедра скажем так мощные грамотно пока тимур защищается грамотно остается на 20 секунд 20 секунд но я думаю что тимур не сдастся тем более рядом тренеры думаю подсказали сколько остается что чуть-чуть осталось прям немножечко ну вот здесь уже уже нет болевого приема и вышел вышел да 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 уже тимур атакует ущемление ахилова сухожилия вот зашел зашел и время заканчивается с минимальным преимуществом закончил встречу то есть 1-0 победу одержал наш сам ист дейсимов тимура да ну видимо оба бойца довольны чем поединком ну тяжело тяжело да посмотреть на их походку да очень тяжело им досталось эту встречу теперь самая большая высота весовая категория до 81 вот смотрите какие стройные высокие парни такая борьба навсегда интересный мурат хабибов острых или даниил егоров москва сейчас опять положение парта опять же почему судья дает свисток если у кого-то возникает вопрос если нет атакующих действий у обоих борцов то судья должен поднять стойку сейчас мы видим оба держат за пояс принципе это атакующий захват для многих очень красивый бросок поймал он нашего борца очень красиво это всегда эффектный бросок нашему борцу сейчас придется конечно отыгрываться по собственному скажу что 4 балла очень тяжело 4 балла 80 сожалению к сожалению наш борец проиграл да возможно все таки после этого броска решил спасать ситуации так пошел вперед раньше времени начал рисковать и вот здесь москва такой напряженный напряженный предыдущий был поединок то часто очень быстро у нас решилась очень жаль конечно вот к сожалению да вот хочу наша команда проиграла команда города москва держала победу но я думаю здесь ничего страшного это очень колоссальный опыт посмотрите на повторе какой красивый бросок очень хорошо очень вовремя поймал очень красиво амплитудный красиво да но здесь 64 если говорить про москва то там 82 было так что можно сказать прогресс какой то есть и положительные стороны найти можно опыт всегда хорош вот сейчас мы видим что да ну вот увидели мы здесь 10 поединка все-таки кого можете выделить и спортсменов от мы уже говорили о тимуре дусейнове который победил как вы еще можете оценить из наших ребят хотелось бы за встречу мамедову гара это была тоже очень напряженная встреча он выиграл тоже 1-0 предупреждение вот опять повтор этого красивого броска очень красиво знаете даже есть различных там социальных сетях нарезки определенных моментов бросков я думаю прям в коллекцию можно добавить можно можно да к сожалению вы знаете к сожалению москвич да очень хотелось бы чтобы это был наш борец ничего не поделаешь думаю все еще впереди и такие броски мы увидим в исполнении наших и на более статусных турнирах да сейчас у нас будет заключительное так сказать рукопожатие команд ну вот как раз таки все герои да вот они на сегодняшнего дня сейчас у нас начнутся скоро поединки по дзюдо дзюдо также является очень красивым видом спорта олимпийский вид спорта броски сейчас везде вы знаете раньше в свое время я начинала бороться именно с дзюдо были немножко другие конечно правила сейчас они видоизменились и